95 украинцев хатая с крайники и там фашистов нет. Оли. 10.2015-10.31 Цитата. Саша 200720 От 10 апреля 2015 года 11.45.37-99% украинцев похер на власть. Людей интересует зарплата, работа, цены. Бороться на идейных медиафронтах, удел политиков и дегенератов общества неизвестны и опрос двоеточие точка точка точка. Когда людей, которых интересует зарплата, работа, цены, забирают в армию НАТО, они остаются такими же инертными. Или таки стреляют. Человеку может быть абсолютно похер на власть. Его могут интересовать только зарплата, работа, цены. Но если он на своей машине собьет насмерть другого человека, то его смиренные взгляды на жизнь к делу никто подшивать не будет. Будут выяснять, есть состав преступления или нет. Если взрослый человек, получивший как минимум среднее образование, в рамках которого он, помимо прочего, изучал и основу права, не понимает, что в стране совершается преступление и что он вольно или невольно является его соучастником, то это его личная проблема. Незнание законов не освобождает, как известно, от ответственности. А вообще символично получилось, я считаю, я думаю, что эта девица, входящая наверняка в 95% хата с крайников, нормальный человек, который хочет просто жить, которому похер на власть, которого интересует только зарплата, работа, цены и чтобы жених пришел с ато живой. Ну а то, что он там убьет сотни каких-то тупых ватников, так, они сами виноваты, посмели украинцев называть биндеровцами и вообще сепаратизм устроили, федерации им захотелось. Луганск, ц. Украина. Донецк, ц. Украина. Крим, ц. Украина. Слава нации, смерть врагам. Что? А нет, фашизма на Украине нет, это все рашкинская пропаганда. Вот всю русню поубиваем, тогда запануем. Собрались тут на форуме дегенераты общества, понимаешь, стекла мы тупой, выкладывают какие-то дебильные цифры, вражду разжигают между братьями. Это вы виноваты во 2 мая в Одессе. Это вы виноваты в том, что настроили Януковича против народа. Это вы отобрали у нас Крым. Это вы вторглись на украинский Донбасс. Почему вы позволяете Путину себя использовать, как рабов? Вы ничуть не лучше его. Я за мир, а вы хотите войны, вас убить всех мало из ядерного оружия. Да нет на Украине никакого фашизма. Все, не хочу больше с вами, зомбированными, говорить. Слава Украине. Очень многие русские пообщались не просто со знакомыми, а с родными братьями, сестрами, матерями и отцами, детьми и внуками с Украины. И не раз и не два выслушали подобные тирады от 99% нормальных людей, которых интересует только зарплата, работа и цены. Поэтому иллюзии не питают. А вот если вы хотите сорвать нам покровы, тогда пойдите с камерой в центр равно и пообщайтесь там с народом, озвучивая им тезисы про дружбу с Россией. Про то, что это США стравили Украину с Россией, что Януковича свергли незаконно, что АТО – это военное преступление, что на Донбассе воюют простые люди, у которых украинская армия поубивала детей, жен, матерей, сыновей, отцов, братьев, сестер, уничтожила дома, стерла с лица земли целые поселки. Когда выйдете из СБУ, если выйдете, расскажите нам, сколько там процентов нормальных в СБУ. Но, думаю, что никуда вы не пойдете, как не пойдет ни один вменяемый человек, находящийся на оккупированной хунтой территории быв Украины, поскольку фашизма в Бумде нет, это и так понятно, зачем же еще что-то кому-то доказывать, тем более каким-то дегенератам общества сватного форума. Фашизм. Украина. Leave a comment.